Высокие технологии. Хай-Тек. В частности, сотрудники лаборатории Касперского, известного российского производителя антивирусного программного обеспечения. Опасность может караулить и во время банальной проверки электронного почтового ящика, когда, к примеру, открывают приложенный к письму документ. Это один из самых распространенных способов доступа. А дальше все проще. Вирус известен. Он называется троянский конь. Хакерам требуется от 20 минут до получаса, чтобы полностью контролировать все операции, которые производятся с помощью этого компьютера. В том числе они могут овладеть всей базой данных, паролями и так далее. А потом они могут делать все, что хотят и когда хотят. Вирусы, как и антивирусные программы, можно не только скачать, их можно еще и купить. Во всяком случае, в сети достаточно предложений, которые позволяют найти оптимальное по цене. Следующий шаг в объяснении Кседрика Энслера. Он программист и эксперт по антивирусным программам. С помощью системы кодирования и используя рабочий стол моего компьютера, я могу не только осуществлять требуемые мне операции на чужом компьютере или ином гаджете. Я вижу и систему соединений. В данном случае я говорю о сайте банка. Цель хакера – взломать коды безопасности и перевести имеющиеся на счетах деньги на его собственный счет. Швейцария – страна банков, относится к конфиденциальной информации, которую ей доверяют клиенты, вдвойне щепетильно и принимает существующую проблему чрезвычайно серьезно. Нам масштаб киберпреступлений в банковской сфере, которые особенно касаются транзакций, трудно переоценить. Мы в курсе сегодняшних опасностей и их последствий для клиентуры. Еще одна потенциальная хелесовая пята, как полагают специалисты, это подсоединенные гаджеты, планшеты, смартфоны и с недавних пор часы. С одной стороны, интернет-банкинг в принципе безопасен, потому что установлены четкие процедуры и алгоритм совершения операций. Проблема возникает или может возникнуть, когда данные, пусть и кратчайшее время, переводятся с одного компьютера на другой. Разницы нет, кстати, между стационарным компьютером, планшетом, смартфоном. Слабые звенья – это каналы передачи информации. Как сообщается, швейцарские банки уведомляют своих клиентов о том, что при совершении транзакций ими самостоятельно в интернете могут возникнуть проблемы. Более того, ряд финансовых учреждений предупреждает своих кладчиках о сложностях такого рода при подписании соглашений. Клиент становится жертвой дважды. Его могут обобрать кибермошенники, которых мы называем хакерами. А потом зачастую выясняется, что банк снял с себя всякую ответственность, потому что не все читают подпункты соглашения, особенно когда они набраны мелким шрифтом. В случае удачного разрешения подобных перипетий в пользу клиентов единичны. Для того, чтобы добиться тут успеха, порой требуется изобретательность и предприимчивость. В любом случае, банки и их сотрудники предпочитают на эту тему не распространяться. Редактор субтитров А.Семкин